Здравствуйте, я Дмитрий Трофимов и если вы заметили, мы никуда не едем. Мы находимся во дворе дома или домов, а я хочу рассказать вам о том, что слабый человек должен стать сильным. На моем канале очень много видео по теме тревоги, по теме какой-то именно социальной тревожности, в том числе и люди, которые обращаются ко мне за помощью, либо которые смотрят видео, они пишут комментарии и пишут они свои душетрепещущие истории о том, как их обидели, как тяжело им было в прошлом. Я разделяю их горе в какой-то степени, боль, но я хочу также сказать, что вам нужно перестать быть слабыми. Вам нужно перестать ныть, плакать, страдать, вспоминать эти негативные ситуации и ваша задача стать сильнее. Поймите, что вы, когда оказались в таких ситуациях, это не оправдание себя, что теперь я слаб и ничего не буду делать. Эти ситуации были созданы для того, чтобы вы стали сильнее. И если вы до сих пор лелеете, моя слабость, моя прелесть, меня избили в школе, Маша, Маша меня избила в школе. И теперь я буду всем говорить, что у меня социальная тревожность, потому что Маша меня избила. Но поймите, когда вы так говорите, когда вы постоянно об этом думаете, вы подкрепляете свою слабость. И ваша слабость становится еще сильнее, еще сильнее. Вы еще больше об этом думаете, еще больше говорите, пишите комментарии. Маша обидела. Еще сильнее вы становитесь слабее. И в какой-то момент, когда вам нужно сделать какой-то ответственный шаг, взять на себя, может быть, ответственность, вы скажете, не-не-не, я слабый. И в какой-то момент, может быть, кто-нибудь подойдет и скажет вам неприятную вещь, и вы не будете защищать себя. Опять вы скажете себе, что вы слабый. Это начнет больше появляться в вашей жизни. А я хочу, чтобы вы стали сильнее. Я сейчас вернусь. Нет, ничего не надо. И как стать сильнее, да? Ну, во-первых, если у вас есть слабость из прошлого, вас где-то кто-то обижал, ваша задача – забыть об этом. А может быть, не забыть, а напоминать себе о том, что то, что было в прошлом, осталось в прошлом. То есть ваша задача – не цепляться за прошлое, в котором вас обижали, унижали, наносили вам удары. Было неприятно, больно. Вам нужно от этого отказаться. Вам нужно перестать об этом говорить другим людям. Вам нужно перестать вспоминать об этом, перестать думать об этом, перестать постоянно крутить эти истории в своей голове. Второй шаг, который тоже немаловажен, очень важен. Вам нужно перестать ассоциировать себя со слабым человеком. Вам нужно перестать говорить себе, что вы слабы. И третий шаг – вам нужно оговорить себе, что вы сильны. Или что вы станете сильнее, что вы сделаете все возможное и невозможное, чтобы стать сильнее. Что с этого дня, ну не знаю, какой у вас там будет день, с этого дня вы будете работать над собой, чтобы стать сильнее. Вам нужно отказаться от этой позиции. Меня обидели! Нужно отказаться. И в какой-то момент, в какой-то момент вы почувствуете эту самую силу. Это будет не сразу, это будет постепенно. Вы же будете действовать, вы же не просто сказали, я стал сильным. Вы будете делать для этого что-то. То есть вы составите список какой-то определенный, в котором вы будете что-то делать. Как, да, как все-таки у себя вот воспитывать вот эту силу? У каждого свой путь. Но я считаю, что есть какие-то основы, которые тоже можно добавлять. Первое. Не жаловаться никогда на жизнь, на себя, на других людей. Во-вторых. Не критиковать других людей постоянно. Этот плохой, этот плохой, этот плохой. Потому что если вы их критикуете, это значит, вам что-то не понравилось. И скорее всего в вашем отношении они что-то тоже сделали неприятного вам. И вы постоянно критикуете, уберите это тоже. Помимо этого, сделайте чуть больше усилия в том, что вы делаете. Вам тяжело, но сделайте чуть больше этого усилия. Я не знаю, что это может быть. Это может быть как подтягивание, например, отжимание. Это может быть готовка супа. Я не знаю. Просто сделайте чуть больше. Вот вы говорите, все, я не могу, я устал, устал. Все, с работы пришла. Сил у меня нет, вообще нет сил. Пять минут. Еще пресс. Пять минут, еще пресс. Но не можете пять минут, сделайте две минуты. Не можете две минуты, сделайте 30 секунд. Пресс после работы, вы устали. Сделайте этот гребаный пресс. И вы еще немножко стали сильнее. Жизнь сломила, как-то напала на вас, было очень тяжело. Можете даже поплакать, порастраиваться. День, второй, может быть. Позвольте себе. А потом встаньте. И победите эту ситуацию. Либо закройте глаза на эту ситуацию и действуйте дальше. Либо живите дальше. Соберите себя по частям обратно. Скажите, в этом и заключается сила. Себе скажите, да, после того, как вы поплакали, либо пострадали, вам стало тяжело. Вы помучились один день, второй. Но на третий день вы встаете и говорите, да, это было тяжело. Но я собрал себя, потому что я сильный. И живите дальше. В этом и заключается, да, вот эти основы, я считаю, что это и есть основа той самой силы. Есть еще, конечно, разные там состояния, целеустремленность, работа над своей мотивацией, к какой-то степени преодоления, опять же, каких-то ситуаций, где люди на вас наезжают. Но это совсем другая история. Начните хотя бы с того, что я вам сейчас сказал. И ваша жизнь постепенно начнет меняться. Вы станете действительно сильнее. И люди начнут это тоже замечать. Остановите вот это безумство. Вот этого ребенка, который у вас внутри. И вот эти комментарии, которые вы пишете. Все очень плохо. Остановите. Наконец-то станьте. Станьте сильнее. Я напоминаю, нужно подписаться на этот канал, если хотите еще больше крутых таких речей с моей стороны. Помимо этого, поставьте лайк под этим видео. Это меня тоже мотивирует. Помимо этого, у меня есть телеграм-канал, инстаграм, вконтакте страница и паблик. Заходите на огонек, посмотрите, что там есть. А там есть иногда, и не только иногда, а часто, очень много классной, тоже полезной информации, которой нет на канале YouTube. И пока-пока. И третий шаг. Подожди, жопку посмотрю.